Добрый день. В таких бесед выявляются какие-то проблемные точки. Мы вместе с региональной командой, с правительством стараемся как-то повлиять на эту ситуацию в положительном праве. У Ярослава Лёвчих хороший потенциал, вы это знаете, не хуже меня, лучше, и промышленность, и сельскохозяйственная, и наука, всё есть. Надо сказать, что я и сделал, немало было за последние годы, но, надеюсь, с вашими талантами и с усилиями со стороны администрации будет сделано в ближайшее время ещё больше. Давайте на этот счёт поговорим. Какие вы видите интересные направления, какие проблемы, и какие вопросы вы хотели задать, какие проблемы обозначить, для того, чтобы обратить на них особое внимание? Владимир Владимирович, я хотел бы у вас услышать. Да, насколько я понимаю, и уже не видим, пожалуйста. Насколько я понимаю, Дмитрий Юрьевич и его складывающаяся команда с участием жителей области подготовила и проект, программа развития на достаточно длительную перспективу. Это чрезвычайно важная вещь, потому что, как мы хорошо знаем, выигрывает тот, кто имеет план. Если такой план у вас образуется, то это очень здорово. Давайте на эту тему мы поговорим, на любую, которую вы считаете важной. Владимир Владимирович, у нас действительно есть план, подготовленная стратегия развития области до 2025 года. Мы активно обсуждали экспертным сообществом, представителями бизнеса, самими жителями. И сегодня на нашей встрече присутствуют представители самых разных профессий, представители бизнеса, студенты, общественники. Я хотел отметить, что каждый из присутствующих здесь добился определенных результатов. И я хочу сказать, что на сегодняшней встрече действительно присутствует гордость Ярославской области. У нас на встрече присутствует руководитель конструкционного бюро «Луч» Михаил Феликсович. Я думаю, что ему было бы правильно предоставить слово, потому что это одно из самых наших флагманских предприятий Ярославской области. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы с вами встречались на Первой армии. Я представлял он вам проект «Беспилотника». Помните? Или не помните? Конечно, помню. Хорошо. Значит, вот я представляю вообще «Рыбинск». «Рыбинск» вы знаете точно хорошо. Это я знаю. Вы посещали нас много раз. Я даже не буду говорить о тех предприятиях, которые есть. Ну, вы представляете. Это хай-тек, это как бы, ну, такие стратегические предприятия. И у них уже большие традиции, действительно, этим предприятиям там по 50-60 лет сейчас. Там, а некоторым 100, как вы знаете, да, «Сатурну». Вот. Но и «Рыбинск» — это такой интересный город. Значит, у нас, ну, я не знаю, вот собрались такие люди, генофонд такой. Вот научно-техническая интеллигенция, квалифицированные рабочие, они рождаются. Откуда-то появляются какие-то программисты, не с того, не с сего рождаются. У нас есть свой институт, хотя и районный центр, но есть авиационно-технологическая академия. Значит, вот я представлять даже не буду, но и вы понимаете, что мы работаем. Для нас ближайший город всегда, для Рыбинска, была Москва. Вот, ну, куда ехать со своими проблемами? Да в Москву. Вот. И вот, как бы, я хочу сказать, что как раз с приходом-то вот новой команды, я могу сказать, что такая, не побоюсь этого слова, движуха началась очень интересная. Значит, они взяли там на себя функции лоббистов, они вот так продвигают наши интересы, устраивают такие вот были встречи с Русгидро, с Россетями, еще с кем-то. Я-то занимаюсь беспилотем, который уже, это понятно, значит, что такая, ну, тема, что говорится, на слуху. Нужная. Да, нужная, да. Вот. Они создали какую-то такую информационную сеть, в которой мы познакомились с местными предприятиями, что было для нас раньше совсем не характерно. Активизировали вот эту информационно-маркетинговую даже деятельность, я бы сказал. Вот. И у них есть такой, как бы, планово-комплексный подход. Вот. И, а нам же надо заниматься, ну, хорошо, мы, в общем, работаем на специальных заказчиков, да, на государство. Но на самом деле реально сильные компании, которые работают на открытых рынках, вообще-то, они получают больше устойчивость. Даже, может, не столько деньги, сколько устойчивость и стремление к совершенству. Там она, на открытых рынках. Значит, и вот они нас, как бы, подтянули реально. Реально. Я даже удивлен был, насколько вот они так сплоченно, активно стали действовать. И вот у меня в четверг уже запланирована там с Россетями встреча по поводу использования наших, там, проект, проекты. Вот. И здесь также интересно, что, как бы, такой определенный комплексный подход. То есть, ну, вот взять беспилоти наши, да, которым я занимаюсь, можно использовать в Газпроме там, 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 там. А на самом деле, вот мы, обсуждая с департаментом инвестиций и промышленности местным, пришли к выводу, что более эффективно сделать такой, ну, как бы, представьте, вот регион. И регион можно обслуживать из одного центра, компанией, оператором для всех. Это значительно более экономически эффективный и разумный проект получается. Вот. Сейчас этот как раз мы прорабатываем. Ну, и тут я смотрю, значит, смотрите, как бы, они договорились и с нашим Ростехом. И, наверное, у нас умный город, в Сатурне там умная фабрика, там, центр объективных технологий. Все это развивается. Они это очень поддерживают и пиарят в каком-то смысле. Ну, и этим приятно стало заниматься, во всяком случае. Вот. Поэтому я вот, как бы, мне бы очень хотелось, я как руководитель предприятия, и, собственно, и с людьми-то тоже разговариваю сейчас, в последнее время с нашими, которые у нас работают. А у нас они все с высшим образованием, люди весьма непростые. Да. И они, как бы, в принципе-то, оценивают эту ситуацию, что вот это вот движение там, оживление такое, оно идет. У нас не все так уж хорошо, как кажется, там, может быть, даже со стороны. Есть множество проблем, но, во всяком случае, вот здесь мы видим сейчас помощь. И они говорят, ну, давайте, как бы, еще продлим, потому что старик там трижды невод забрасывал, он трижды возвращался только с травой морской. Только на четвертый раз он рыбку вытащил. Вот. И здесь надо время, чтобы все это пришло уже реально, реальное состояние. Вот. Как бы. Ну, я считаю, что экономика вот у нас растет. Вот. Мне тут сказали, что 26% рост по области. Я не ошибаюсь. Нет, не ошибайтесь, да. По итогам первого квартала индекс вырос на 26%. Благодаря нашим флагманским предприятиям. Наши здоровые, очень хорошие показатели. Да, вот. Ну, в частности, как бы, уже виден эффект. И вот экономика, которая развивается, флагманские предприятия. Тут же мы познакомились с кучей ярославских же предприятий, которые там хай-тек полные, и там и программное обеспечение, цифровые всякие проекты. Очень интересные родились там идеи, и даже технологические, ну, и бизнес-идеи рождаются. Вот. Ну, а за этим что? Я думаю, что если бы это подтянулось, и такой рост экономики бы сохранялся, то, вероятнее всего, социальные перемены, они наступили бы. Ну, и очень важно, я считаю, что вот в динамике, как бы, поле деятельности для молодежи, поскольку сегодня такой день молодежный, вот, то для него поле деятельности очень открытое, я считаю, и проявить возможности, и получить какие-то социальные лифты такие вот, ну, чтобы сделать там, потому что они же все видят себя в будущем-то генералами. Вот, кстати, вам понравилась девочка Тамила, вот, Растеховская, это вот наша, как бы. Ну, там, спилотник, ребят, ну, она, да, спилотник. Да, 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 у нее глаза горят. Да, 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 вы знаете, она просто, честно сказать, она как Ломоносов, то есть у нее родители никак к этому никакого отношения не имели, вот, она сама выиграла этот конкурс, сейчас уже в МАИ учится, вот, отключилась по нашей поделке. Вот, ну, как бы, Растех организовал, мы тоже помогали в этом конкурсе, и она к нам придет, вот, работать, я считаю. Рогаошник заключили? Да, подписали, вот, сегодня там соглашение подписывал Растех, а я вчера. Ну, хорошо, ну, отлично. Ну, а как вы видите, вот сейчас ваше направление по беспилотнику, какие есть вопросы, проблемы у вас? Ну, вот смотрите, значит, по беспилотию, конечно, вещи очень интересные, ну, сейчас же, сейчас много уже беспилотники стали там всякие, мы все-таки летающими занимаемся по большей части, да, вот. Ну, я хочу сказать, что, конечно, если, скажем, вот в оборонной части мы догоняющие до сих пор, понятно, если посмотреть там, а я видел их живьем в том числе, да, значит, конечно, там высокий уровень, то в гражданском мы имеем возможность их даже обознать. Грузоподъемность большая. Ну, да, да, в гражданском тут разные, тут и маленькие, и средние есть, вот, возможности. И, на самом деле, здесь, на сегодняшний день, тот, кто первый создает правильную нормативную, вот, законную систему применения беспилотников, тот будет, тот будет на коне. И есть полная возможность, мы сейчас не отстаем в этой части, хотя и задержки есть в нормативной базе, но мы все-таки не отстаем от Запада, у них тоже нет толком, да. Вот, и поэтому я считаю, что гражданское применение в беспилоте, оно дает огромный плюс вообще, ну, просто, куда никаким, инфраструктурные компании. Да, я даже не буду перечислять, вот, значит, ну, даже транспорт, вот, про транспорт обычно не говорят. Транспорт МЧС, ну, да, да, нет, у меня просто мечта поднять транспортный самолет, который будет взлетать, садиться на аэродромах, и техники не будут бежать от него, как черт отладано, полный беспилотный. Вот, ну, то есть, вот, добиться вот этого состояния, если мы добьемся, больше оно здесь в головах, в понимании проблем, потому что техника-то, она где-то около дела, она есть. Что касается нормативно-правовой базы, то для того, чтобы она была гармонизирована под задачей экономики, нужно будет изменить, либо принять где-то 30 нормативно-правок. Да, я... Это большой объем работы. С учетом сегодняшних реалий, связанных с необходимостью обеспечения безопасности, не только технической, но и безопасности, с точки зрения террористической угрозы, это, конечно, непростая задача. Но мы с вами сейчас говорим о беспилотниках до 30 килограмм, нет? Нет, я сейчас говорю о беспилотниках всех классов, всех классов, да, потому что наши проекты, они в области больше значительно. Но у нас много партнеров, с которыми, и всяких стартапов, с которыми мы сотрудничаем, которые во всех классах работают, и в коптерах, и в мелких, и в средних таких, вот. А есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем, которые делают там совсем большое. Ну, здесь, конечно, еще один из вопросов, это регистрация. Да, вот еще один маленький вопрос, это сертификация. Сертификация и регистрация? Да. Смотрите, там сейчас построен золотой вал. Помните, как Алёхин не мог с Касабаланкой сыграть, потому что ему денег не мог накопить. И вот эти мелкие стартапы, эту сертификацию, она такая дорогая, они ее не пройдут. Вот. А конкуренции не будет, замедлится прогресс. Я просто считаю, что мы-то выдержим, конечно, инноваторы-то всякие, да. Есть предложения конкретные, я как бы готов их предоставить, что нужно сделать, хотя бы, чтобы чуть-чуть снизить стоимость. Давайте, 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 Дмитрий Иванович, возьмите, да? Потому что это очень важные практические вещи, конкретные совершенно практические вещи. Сегодняшние, сегодняшние. Вот. И занимаются этим молодежь в основном. Как раз, опять же, да. Очень любят всю эту вот такую работно-техническую штучку. Здорово. Удачи. Дмитрий Иванович, разрешите от молодежи. Меня зовут Вера Даркель, я доктор по первому образованию, врач в театре. И одновременно с этим я являюсь еще и спецедателем регионального отделения Всероссийского народного фонда, который проводит мониторинги различного фонда, ну и в части, конечно, оказания медицинских услуг. Ну и что мы видим сейчас? Естественно, что мониторинги показывают, что не все так хорошо у нас, что люди до сих пор не могут записаться к узким специалистам. Иногда они в регистратуру очень долго стоят в очередях. В этом мы не уникальный регион, это, наверное, проблема многих, многих. Но от этого людям-то, конечно, не легче от того, что мы уникальны. Так вот, в принципе, сейчас мы видим, конечно, что в области меняется, дело-то к лучшему. То есть есть, например, проект мобильная медицина, когда 7 тысяч человек из области смогли пройти обследование курским специалистам за короткий срок. Есть проект бережливая поликлиника. Это мы Дмитрий Юрьевич организовал вместе с ФМБАС. Да, да, с федеральным агентством Белару. Соответственно, есть проект бережливая поликлиника, который тоже должен уменьшить количество времени, да. Но при этом, например, человек звонит по колл-центру, а дозвониться сразу не может. Он звонит из муниципального района. То есть денежки капают на телефон, а ему пока еще никто не отвечает. То есть проблемы есть. Но при этом, я на чем хочу сакцентировать внимание, я являюсь еще директором Дворца молодежи в Ярославской области. Да, вот так же. Больший интерес, широкий. Еще я мама в декрете. И, соответственно, я вижу активную классную молодежь. Ее около меня очень много. И я вижу ту молодежь, которая не хочет сидеть на диване, а готова включаться в некие процессы. Вот, например, в проекте бережливой поликлиники есть волонтеры-медики, которые оказывают помощь в регистратуре, с инфоматами, уголки здоровья, профилактическая помощь. И им это нравится. Они классно в этом существуют. Но при этом есть и другие же отрасли, например, да, физкультуры, спорта, образование. И мы-то, мы активная молодежь, мы готовы и туда идти. Но, по большому счету, я думаю, что это исторически сложилось. Отрасль образования, она несколько закрыта. И мы хотели бы, чтобы наши активисты, которые в различных специальностях, с различными вообще достижениями. Вот, например, у меня во Дворце молодежи работает парень, который чемпион мира по брейк-дансу. Но при этом, например, он, грубо говоря, закончил школу, да, сходил в армию, ну и все, на этом закончилось его образование. То есть понятно, что с точки зрения какой-то вот юридической, да, его допустить там до детей что-то показывать и так далее достаточно тяжело. И какая идея-то у нас возникла? Может быть, мы сделаем какой-то федеральный межотраслевой проект, да, образование, молодежная политика, физкультура и спорт, при котором ребята вот такие активные, они смогли бы приходить в отрасль образования, в школы, да, и учить их в том числе активно гражданской позиции. То есть без разницы ведь кто ты, педагог ли ты, врач ли ты, но если ты двигаешь какую-то историю вперед, пытаясь изменить мир к лучшему, не побоюсь этого слова, у нас огромное количество волонтерских проектов в области, очень классных, от этого же всем будет только плюс. Поэтому вот есть такая вот история, есть такое предложение сделать крупный проект на федеральном уровне. Да, можно сделать. Правда, я не могу с вами полностью согласиться в том, что все равно кто-то, педагог, не педагог, все-таки. Педагогическое образование, это кажется, знаете, вот как любители спорта, все могут играть в футбол, и все все в футболе понимают. Хотя это не так, это специальная сфера, и там нужно быть специалистом. Также и здесь кажется, что ну что, педагогика, это вообще совсем не наука. Это не так, это наука. Почему-то очень комплексная наука. Мне, конечно, желательно, чтобы люди, которые допускаются к работе с детьми, имели определенный набор необходимых знаний для работы с детьми. Но существующая нормативная правовая база, она действительно ограничивает доступ к образовательной деятельности людей, которые не имеют специального образования. И это не всегда оправданно, согласен. Здесь нужно быть очень аккуратным, нужно выработать соответствующие критерии доступа. Но это нужно сделать и с учетом тех ограничений, с учетом тех проблем, о которых я сказал. На такое поручение уже данного правительства еще, по-моему, летом этого года мы сейчас готовим соответствующие изменения. Так что это А, правильно, но и Б, это совсем точно совершенно реализуемо в рамках крупного проекта. Это тоже, Дмитрий Ильич, можно поговорить. Давайте предложение сформулируйте, попробуем это тоже реализовать. Хорошо, хорошо. Я хочу поддержать веру в этом направлении. Меня зовут Котлова Анна, я работаю учителем английского языка в школе в Ярославле, поэтому такой представитель сферы образования, в случае заинтересованного момента. Какие классы вы ведете? Я веду вторые, третьи, четвертые, шестые классы. Малыши и чуть постаре. Да, и ночные средние. Ну и я работаю совсем недавно. А сколько вы работаете? Второй год. Второй год. Молодой специалист. Я понял, а вы закончили какое высшее учебное? Педагогические ярославские. Ярославские здесь учили, да? Нет. Вы согласны с тем, что я сказал, что в принципе, для того, чтобы работать с детьми, нужно быть... Несомненно, нужно иметь большое образование. Я не знал, что здесь у вас педагогские. Нет, я согласна. И хочу поддержать веру. Да, и веру в этом плане тоже поддержать, потому что существуют учители, в принципе, вот я вот сейчас перечислила, это очень большая нагрузка учителей. И помощь волонтеров, например, в плане... По внеклассному. Да, вот я про это и говорю, что внеклассная, внеурочная деятельность, потому что за время уроков, у тебя шесть уроков, учитель бегает с одного этажа на другой. И при этом еще разная сфера, разные возрастные группы, нужно по-разному преподать свой урок, свой материал принести, разный урок. Вот, и устаешь. Какие предметы? Какие предметы? Английские. Вот, естественно, дети тоже устают, учителя устают. И поэтому, огнеурочная деятельность, она интересная, она важная. Тем более, сейчас развивается проектная деятельность в этой сфере, в огнеурочной. Ну, это на среднем, извините, чаще. Маленькие еще, слишком малые. А вам больше с кем нравится работать? С тем, кто постарше или с теми, кто помладше? А теми, кто помладше, они такие милые, маивные. Вот с ними в эмоциональном плане проще. С постарше в них материал сложнее, хочется как-то донести новые сложные формы, на них можно опробовать. Но в эмоциональном плане с ними трудно. Приходится держать. Ну, и возраст такой. Да, и возраст еще шестой, уже седьмой, и вообще балчикос. Вот, так вот, во внеурочную деятельность, например, я полностью поддерживаю веру, что можно привлечь волонтеров, которые создают свои какие-то новые проекты, чтобы они пришли, даже если это предметная область, как это касается английского. Потому что внеурочная деятельность, она делит свои направления. Можно научную, можно творческую, можно вообще разную, даже в спортивную какую-то секцию, естественно, записаться, и чтобы волонтеры пришли своим примером, показали, заинтересовали этих маленьких детей, потому что не только маленьких и средних, их очень трудно заинтересовать. Зачастую у нас, например, больше всего по трудам пользуются популярности, и спортивные, потому что это чем-то подвижно, можно поделать, а вот такие интеллектуальные немножко сходят на нет. Вот, и если бы волонтеры, или, например, вот у нас есть представители студентов, очень умные, научные люди пришли бы, и что же заинтересовали. Даже школьники старших классов, студенты, спиранты. И если бы они дальше пошли, например, на добровольных началах, подработать в школе, хотя бы по внеурочной деятельности, они бы так могли попробовать себя в этой сфере, узнать, нужно им это, не нужно, способны они на это испробовать что-то. И детям интересны новые лица, новые подходы, вот, и, ну, естественно, специалисты в доп. образовании тоже бы могли помочь и значительно облегчить нагрузку учителей, которые просто бесило остаются к седьмому уроку, когда маленькие еще хотят пойти домой и посмотреть мультики. Они уже не хотят сидеть и слушать, и играть, и им хочется в мультике домой отдохнуть и сделать уроки, подготовиться к следующему дню. А вот, и... Можно вопрос небольшой? Можно. Ну, я вот, как сказали представители студенчества, и у меня есть много знакомых, кто занимается волонтерской деятельностью, но большая часть, как минимум, лично моих знакомых, кто занят данной отраслью, они участвуют в этих мероприятиях только ради получения повышенной академической стипендии. То есть, они заинтересованы просто прийти, сделать видимость своей деятельности, получить подтверждающий документ и предоставить его в деканат. Я просто это задаю к тому, что, если, допустим, такие студенты придут в школу к юным, допустим, шестому классу или седьмому классу и будут рассказывать им о физике без какого-либо должного интереса, они просто могут пресечь начинание. Совсем интересные. Да. И пропадет уже... Нет, они могут попробовать, им не понравилось, они могут больше не ходить. Нет, нет, я думаю, что вот, как Вас зовут Амин, Амин, такую тему, сторону, вернее, темы, затронул правильную, там, кроме того, что нужно, правила определенные, доступа к детям выработать, и критерии, нужно еще определенный контроль за тем, как это происходит. Ну, конечно, с подруководством, учителем, который, да. Но при этом много ли будет заинтересованных именно студентов, у которых пары до пяти вечера, а потом у большинства подработка, идти на волонтерскую деятельность, если их еще будут как-то контролировать, обучать и проводить. Ну, а Вы знаете, мне кажется, что вопрос даже не в количестве, а в качестве. И если кто-то дополнительно, кроме преподавателя, появится, такой хороший специалист, это само по себе уже приобретение будет для школы, для какого-то класса. В любом случае, учебная деятельность, а у него... Это, как сказать, маленький, большой, но это явно плюсик, если правильно все организовать и наладить совершенно, точно совершенно контроль за работой. Ну, за работой учителя, тайный контроль существует, а здесь почему нет, здесь тоже, потому что нет контроля. Да, и еще я хотела немножко рассказать о другой области своей деятельности, кроме того, что я буду учителем, то, пока я училась, мы с семьей открыли крестьянско-фермерское хозяйство, мы его возглавляем. Сейчас выглавляете, да? Да. Универсалка. Да. Что выращиваете? Мы, нет, мы выращиваем коз. Чего? Коз. Коз? Мы занимаемся разведением коз и починим от них молока, и мы пытаемся реализовать эту продукцию. Но поскольку нам всего два года, мы совсем недавно в этой отрасли только начали свое развитие, мы, конечно, в том году получили региональную поддержку, мы участвовали в программе помощи начинающим фермерам. Сколько у вас коз? 64. Но это только дольные, это только, это только дольные козы еще, козлы, козлята. В общем, фермерность большая. Если коза не дает молока, ее за это называют козлой. Правильно? Нет. Нет? Нет. Вот. Нет, у нас, да, большое достаточно хозяйство, у нас ферма сама 300 квадратных метров, плюс еще пристройка 220 метров, в общем, достаточно большой объем, вот, мы занимаемся, значит, разведением. А мы это кто? Кто у вас? У меня еще мама помогает, ее муж помогает, и брат, естественно, вот, с семьей, да. Ну, возглавляю я, но занимаемся все-таки. И вы возглавляете? Да. А у вас что главное, все-таки работа учителем или фермерской детям? Пока не определилось, это все, честно, началось вместе, идет пока вместе. Потом, 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 потом. Будем закреплять, как учителем. А нагрузка в школе у вас большая? В этом году значительно больше, чем в прошлом, просто мы еще не определились, у нас были некоторые проблемы с учеником учителей. Сколько лет? Брату, 34. Ну, пускай он же здоровый парень, пускай займет фермерское хозяйство. Да, он еще в другую сферу работает, у меня профессия есть. Какая? Он в другой, в другой просто сфере. А в другой профессии, в другой сфере? Да, да. А в какой можно? Не секрет? Не секрет, он помогает маме, у них свой бизнес в ритуальный магазин. Ага, вот что, понятно. Ясно. Не, ну, фермерское хозяйство благородное дело. Да, очень много. И что, в действии какой выходит? Вот, и просто помощь, конечно, нужно помочь сбывать нашу продукцию. У нас возникло, естественно, как у небольшого предприятия, мы не можем конкурировать с другими, более крупными, которые могут, как сказать, сейчас вспомню слова. Нет, не глобализация, они могут гарантировать какой-то объем продукции свой, который нужен магазинам. Мы, конечно, не можем, у нас поменьше, у нас тут побольше, тут поменьше молока. Вот собрали даже с поставщиками, у нас три поставщика. Принесли бы хоть угостили молочком. Я просила, сказали, не можем. Чего это не можем? Вот не знаю, чего я просила. Да, жалко. Я буду иметь в виду, Дмитрий Юрьевич, подожду. Мы реализуем. Вот, и, конечно, я тут недавно совсем узнала о сети магазинов. Может, вы меня поправите, Дмитрий Юрьевич? Ярославский фермер, который бы помогли бы таким небольшим, маленьким предприятиям, чтобы как-то организовать. Они подписали бы договоры совместные с вот этой сетью магазинов и им поставляли под одним брендом. Потому что выйти вот на рынок под своим одним очень сложно. Вот это абсолютно в правильном направлении идея. Значит, во-первых, у нас из всего объема сельхозпродукции 50% производят граждане. И крестьянские, фермерские хозяйства 50%. Это огромный объем. А по некоторым направлениям еще больше. Скажем, по меду 97 или 98%. По картофелю 82%, по овощам 85-86%, по овощам 82%. То есть это объем колоссальный. И у всех одна и та же проблема. Ну, то есть проблем много, но одна из главных – это та, о которой вы сейчас сказали. Сбыт продукции. И абсолютно точно нужно выходить под одним брендом. Но чтобы это сделать, нужно, чтобы вот Дмитрий Юрьевич здесь на своем региональном уровне, не маленьком, между прочим, уровне, организовал бы работу таким образом, чтобы, во-первых, соорганизовал производителей, да, чтобы они под одним брендом могли выступать. Первое и второе – предоставить площади соответствующей торговой. Потому что, конечно, в крупных магазинах там трудно конкурировать. Но это извечная проблема между производственником, производством и торговлей. Я сейчас не буду вдаваться. Я этим занимался еще, когда в правительстве работал, был председателем правительства. И помню, как это сложно шло. Несмотря на то, что закон был принят, все-таки торговые сети там, извините за момент, он отгрызает свой интерес постепенно. Сейчас в правительстве идет вторая или третья уже итерация подгонки нормативной базы под сложившиеся реалии, там и количество дней на полке, и продвижение, и так далее, и так далее. Невозможность перекладывать свои собственные чисто торговые издержки на производителя, когда товар портится, они на вас перекладывают свои издержки. Как будто это вы виноваты, а не они, что не смогли вовремя реализовать, либо хранили неправильно. Но и там много всяких проблем. Хотя и мы должны учитывать интересы, конечно, и торговых предприятий, и торговых в целом. Надо такое сбалансированное решение. Но точно, совершенно это местные власти, региональные, должны организовать, во-первых, предоставить возможность площадки для реализации, ну и, кроме всего прочего, проводить различные ярмарки и прочее. Это и проводят в мультфильмах, в том году. Вот, вот, вот. Так что, ну, если нужна будет какая-то поддержка, и мы скажем дополнительно, но это все вообще на региональном уровне должно решиться. Мы справляемся, действительно, мы запустили такую программу для таких небольших сельхозпредприятий, вот под названием, совершенно правильно она сказала, «Ярославский фермер». Достаточно сложно пробиться таким небольшим предприятием на полке сетевых магазинов. Мы ведем переговоры с крупными сетевиками, и под зонтичным брендом «Ярославские фермы» мы планируем открыть порядка 20 точек по Ярославской области. Вот, вот, давайте. Такая работа уже, Иванович, началась, и уже есть первый результат. Он точно будет. И мы также включаем небольших сельхозпроизводителей, вот такую выставочную деятельность, чтобы о работе, о их продукции знали не только в регионе, но и в стране. Сейчас мы готовимся к выставке. Я желаю вам успехов, вашим козам, всего самого хорошего, надоев хороших. А сыр не делаете? Может, сыр делайте, но тоже немного, и сами вот, если кто-то попросит, сделайте. Ну, я прошу, дайте. Я уже просила, когда долго будет стоять. Ну ладно. А козий сыр очень, кстати, вкусный и полезный. Мы организуем доставку. Над логистикой поработать. Владимир, разрешите продолжить тему производства продуктов питания. Меня зовут Соколов Сергей, я являюсь учредителем кофе-цикорного комбината «Аронапа» в городе Ростове-Великом. Какой комбинат? Кофе-цикорный. Кофе-цикорный комбинат «Аронапа» в городе Ростове-Великом. Ну, это комбинат с большой историей, значит... Цикория – это то, из чего, куда добавляют или из чего делают напитки? Нет, это из чего делают напитки. Это корень, так называемый, золотой корешок. Это очень полезное, на самом деле, растение. Очень известное, еще там, с древних времен. И комбинат имеет большую историю. Желудей не добавляете? Нет, нет, хотя вот... Нет, а на что возьметесь? На самом деле, рецептура в Советском Союзе была, скажем так, вот... Это кофейный напиток, он разный имеет право на жизнь. Я не живу, но не с потолка. Да-да-да, это были самые такие рецепты. Вот, то есть, в 1884 году, там, купец Селиванов, ну, открыл, скажем так, вот эту паровую цикорную фабрику, вот, которая занималась традиционным промыслом на территории Ростовского уезда. Это выращиванием и переработкой цикория. Вот, на самом деле, это был большой экспорт организован в Европу, медалей много там завоевал и так далее. Мы приобрели комбинат в 2010 году, ну, находился, на самом деле, он в очень плохом состоянии. Этот корень еще называют радиолорозовый, да? Нет, 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 его, знаете, баток Павла еще называется, ну, такое древнее название, скажем так. Голубой цветочек. Да, голубой цветочек, золотой корешок и так далее. Вот, ну, когда мы его приобрели, конечно, комбинат находился на грани вымирания, закрытие было где-то в 2010 году. Мы приобрели, было где-то 30 человек, мизерная зарплата, не платили. Вот, то есть за 7 лет, то, что мы владеем этим комбинатом, мы вложили порядка полутора миллиардов рублей в развитие этого комбината. Вот, то есть комбинат активно развивается, вводятся новые корпуса, реставрируются старые. На сегодня уже работает у нас 350 человек. И мы планируем в течение двух-двух с половиной лет вести новое производство и увеличить количество людей еще где-то на 200-250 человек. Средняя зарплата у нас какая? У нас средняя зарплата примерно 35-40 тысяч, ну, по городу Ростова, скажем так. То есть, в принципе, это достаточно, ну, небольшой город. Я понимаю. Вот, опять же, мы очень удивляем, мы уделяем большое внимание на социальную составляющую. То есть, вот за это время на комбинате введена нам новая столовая, два спортзала, медицинский кабинет, ну, то есть комбинаты бытового обслуживания, гостиница построена для сотрудников квартирного типа, общежития. Ну, то есть, чтобы у нас сотрудники ни в чем не знали нужды. Вот, поэтому, что бы я хотел сказать. Занимаясь, скажем так, возрождением и развитием промысла исторического на территории Ярославской области и Ростовского уезда, ну, для нас это уже не промысел, конечно, скажем так, а это уже бизнес и серьезное такое ценопроизводство. У вас оборот сколько у нас? Оборот? Ну, у нас, в принципе, группа компаний, на самом деле. То есть, у нас где-то около 5 миллиардов по группе, скажем так. Но я просто могу что сказать, что Аронап, на самом деле, вот за 7 лет, он был 5 лет датируемым предприятием нашей группой. То есть, мы вкладывали вот эти полтора миллиарда. Понимали. Да. И вот только где-то 2 года он вышел на самоокупаемость и уже начинает приносить прибыль. Ну, естественно, всю эту прибыль мы инвестируем обратно в развитие этого предприятия. Знаете, говорит о чем? О том, что вы уверены в себе. Да, да. Ну, как иначе мы стараемся. Нет, это очень хорошо. Очень хорошо. Вы не боитесь вкладывать, значит, уверены в своих силах. Ну, да. Мы, в общем, только нацелены на развитие производства именно на территории нашей страны. Когда, значит, погрузились в тему, мы сами из Москвы, но когда пришли на Ярославскую землю, скажем так, поразились там богатые истории. То есть, наличие разных народных промыслов. Ну, допустим, был народный промысел, это выращивание и переработка цикория. Дальше, допустим, там сохранился и развивается. Дальше, допустим, промысел в финифте ростовской, скажем так, тоже сохранилось и развивается. А вот, например, допустим, многие промыслы, ну, вот у нас прям с забором Рольма стоит, это ростовская льняная мануфактура купца Акекина, которая тоже в XIX веке открыл, скажем так, вот здание красивое, все осталось, промысла уже нет, скажем так, вот. Также, допустим, там, можно сказать, гончарные, кузнечные, ну и так далее. Вот эти промыслы, которым славилась Ярославская земля, уже нет. Вот. Что такое промысел? Ну, во-первых, это наша история, наша история, это, скажем так, вот наше культурное наследие, вот. Ну и кроме этого, это привлечение туристов, привлечение денежных потоков, соответственно, вот. Ну и, как следствие, развитие региона, то есть увеличение занятости населения. И вот по моим наблюдениям, на самом деле, вот, то есть в масштабах страны, ну, нет системы, ну, мне так кажется, именно в развитии и возрождении вот этих промыслов. То есть, знаете, все зависит от отдельных предпринимателей, может, глав регионов и так далее. Ну, у кого как получилось, так и вышло. Или не вышло, на самом деле, вот это самое. Потому что промыслы раньше как передавались наставничеством? Ну, где-то, допустим, там деревня уже там закрылась, где-то там бабушка, там уже это самое. Вот, поэтому, ну, у меня вот есть такая, знаете, идея, предложение, ну, не знаю, там, инициатива, как можно, как угодно можно это интерпретировать. Вот, на Ярославской земле создать, открыть Российскую Академию Народно-художественных промыслов и ремесел. Вот, чтобы это, ну, выпускало на дипломерных специалистов, раз. Во-вторых, чтобы она функционировала не только как высшее учебное заведение, но и как бизнес-инкубатор. Чтобы выпускникам, ну, они могли получать не только, допустим, там, историческое какое-то образование, но они также и владели техникой открытия новых предприятий по возрождению промыслов. Также обучались технике продвижения той продукции, которую эти предприятия будут выпускать разным маркетинговым стратегиям. То есть, на самом деле, это было бы, ну, на самом деле, возрождение наших, там, исторических ценностей. Ну, и, скажем так, вот, опять же, это привлечение, это новый импульс, скажем так, вот, и в туристической области, и в области занятости населения. Поэтому, ну, прошу рассмотреть этот вопрос, скажем так, вот, и по возможности поддержать его. Сергей, вы затронули очень чувствительную тему для, ну, для страны, для народа. Я без всякого лишнего пафоса об этом и говорю, потому что это, в этом тоже наш код культурный, в этих промыслах. Вы абсолютно правы. Значит, теперь о практической стороне дела. Несколько лет назад я там поддержал один из проектов по созданию, по объединению ряда учреждений, по созданию на их базе, по сути, высшего учебного заведения в Петербурге. И отдали им одно из исторических, красивейших зданий в центре города. Насколько я знаю, сейчас у них, ну, такие, они сталкиваются с постоянными проблемами. Я думаю, что я им помогу очередной раз, но в этой связи нужно, видимо, не создавать что-то новое, а можно, там у них сеть филиалов есть, и они вполне такие жизнеспособные. Я сейчас не буду воспроизводить все проблемы, с которыми они в очередной раз ко мне обратились. Но я их, во-первых, поддержу, во-вторых, буду иметь в виду то, что вы сказали. Может быть, афилиал тогда сделают? Да, да, да. Ну, такая история, на самом деле, историческая. Я полностью с вами согласен. И в этом, безусловно, есть смысл. Давайте мы посмотрим о формах реализации того, что вы сказали. То, что вы сказали, правильно это нужно сделать. И еще тогда такой момент. Ну, я уже считаю себя, на самом деле, там ростовчанином, потому что 7 лет, каждую неделю, каждые две недели я приезжаю в Ростов. Я просто знаю, что правительством Ростовской области ведется работа по получению статуса территории опережающего развития города Ростова. На самом деле, это очень большая работа, потому что, во-первых, это даст новый импульс для развития туристической области на территории Ростова-Великого. Это привлечет новых предпринимателей, то, что предоставляются большие льготы и так далее. Но я хотел бы поговорить вот еще о чем. То есть, есть предложение на исторической части города создать комплекс, ну, под рабочим названием будем так говорить, может быть, это город мастеров, там, ремесленная слобода, что-то еще, ну, в таком плане подумать. На территории которого будут представлены, ну, такие, знаете, небольшие мастерские, скажем так, вот, кустарные производства, салоны-магазины, выставки продаж, чтобы сразу же можно было и продавать, скажем, эту продукцию. В продолжение того, о чем вы говорили в первой части. Да, ну, да, да, вот, просто я говорю, именно я уже просто затронул Ростов, потому что, ну, на самом деле, уникальный город, вот, 82-го года рождения, скажем так, вот, старше Москвы на 285 лет, могу сказать. То есть, это религиозный центр России, то есть, на берегу озера Нера. Вот что, как проникся. Не, 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 видно, как глаза горят, как вы говорите. Озеро Нера, пиццентный шлет, скажем так, этот город ледниковый период. На самом деле, я даже не могу привести аналогии, ну, знаете, вот таких совокупностей факторов благоприятных, вот, я много езжу тоже за границей, по стране, вот, которые все в одном месте, скажем так, вот, они так вот сплелись, эти факторы, вот, и поэтому, скажем так, вот, я просто прошу поддержать инициативу правительства Ярославской области, там, Дмитрия Юрьевича, скажем так, вот, все-таки по предоставлению статуса территории опережающего развития города Ростова. Давайте мы посмотрим, то, что поддержать нужно, и мы это сделаем, это будет. Вопрос, в какой форме, что ТОРа мы создавали, как, как, такие точки роста для Владивостока, ну, для Дальнего Востока, и договорились не распространить на другие территории, а искать наиболее эффективные способы развития применительно к каждой конкретной территории. Я согласен с тем, что это нужно сделать, нужно выработать систему мер поддержки. Давайте вместе подумаем. В рамке поддержки моногородок, Владимир. Моногородок, да, 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 там есть различные варианты, мы подумаем, вот, идея хорошая. Ну, я громко, как родной мне стало. Я вижу, да, я вижу. Тем более, Владимир Владимирович, было дано поручение уже на встрече в Рыбинске, прошлый у вас приезд, такая работа уже началась, и соответствующие заявки Минэкономразвития уже получили. Раз уж мы заговорили о возрождении культурных традиций, о культурном коде, тоже мне хочется сказать о возрождении и укреплении традиций семейного чтения. Меня зовут Анастасия Орлова, я детский писатель и поэт. Я провожу множество встреч по разным регионам нашей страны, я встречаюсь с дошколятами, со школьниками, и это очень здорово и замечательно, что это существует. Но сидит давно во мне мысль, что рассказывать о детском чтении нужно немножко раньше, нужно начинать с родителей, нужно родителям рассказывать о детском чтении, потому что именно от родителей зависит, получит ли ребенок в руки планшет и отправится в самостоятельное плавание по виртуальному миру, а это сделать очень просто, или он проведет время с мамой, читая книжку. Как известно, в раннем возрасте очень важно проводить как можно больше времени со значимым взрослым, чтобы из нашего ребеночка выросла гармоничная личность, думающая, чувствующая, сострадательная и так далее. Так вот, я мечтаю о том, чтобы создать систему регулярных встреч молодых родителей, будущих родителей с книжными экспертами. С литературными критиками, с современными детскими писателями, с книжными блогерами и видеоблогерами, с редакторами книжных сайтов, которые бы рассказывали о детском чтении, рассказывали бы о современной детской литературе, делились бы секретами приобщения к чтению, наверное, бы делились списками своих любимых детских книг. И хочется, чтобы это были живые встречи, потому что именно в живых встречах возникает какой-то интерес, и возникает искра, которая способна пробудить интерес к чтению среди родителей, которые передадут это своим детям. Если говорить о площадках, мне показалось интересно устраивать такие встречи, может быть, в перинатальных центрах, в школах будущих родителей, будущих мам. Но, возможно, можно подумать о других площадках, где это будет востребовано и уместно. Вот такая у меня идея. Хочется, чтобы поддержали как-то. Это очень важно и здесь, и в регионах особенно. Интересная идея. Информационный голод очень большой. Люди хотят, может быть, но не знают как, не знают, с чего начались. Извините, вы уверены, что, допустим, нынешние родители, именно молодые родители, которые выросли не читая, они будут заинтересованы посетить такое мероприятие? Вот просто простой, обычный пример из моей личной жизни. У меня любит читать мать. И благодаря ее любви к чтению, любим читать, любят читать и мои четыре старшие сестры, и я. То есть, она вся семья, она любит читать, но только из-за матери, по одному причине. Отец, он не любил читать. И хоть у него и такая властная жена, он читать не забывался. Все равно, сколько бы она с ним не беседовала. То есть, это я к тому, что, если сейчас придут такие центры, и если, вернее, они придут в центры, где они будут рассказывать о чтении, о пользе чтения, вы уверены, что они будут это слушать, впитывать, и действительно будут приходить домой, уставшие, и сидеть с своими детьми, и читать им книжки? Почему? Я читал своим дочкам все время, непрерывно читал эти сказки. Я, правда, не знаю, какая сейчас литература, а тогда были сказки, и тогда были... Совершенно замечательная литература, современная. Ну, конечно, немецкие сказки я сам читать не мог, почему-то не прокатывал. Совершенно замечательная сейчас детская литература, умная, тонкая литература, и мне хочется, чтобы она узнала как можно больше людей. А вот что касается, о чем говорит Амин, это вот, ну, да, большая проблема, потому что сейчас родителями становятся дети 90-х годов, а родителям тех детей было, ну, не до чтения, нужно было выживать, и нужно вот восполнять вот этот пробел. Как раз вот нужно проводить вот эту работу с родителями. Ну, о пользе чтения могу очень много говорить. Ну, мы уже, собственно... Интересные книжки пишите, самые... Конечно. Извините. Вы уже, собственно, все сказали. Действительно, если в 90-х годах там в это время уделяли меньше времени, чем нужно, этой важнейшей сфере деятельности, то есть хорошая русская пословица «лучше поздно, чем никогда». И нужно, конечно, это делать. Вы правы абсолютно в том, что в семье прививается этот интерес. Сегодня конкуренция за человека, за душу, за умы молодых, особенно людей, она очень большая. Она просто сумасшедшая, интернет, дает возможность прям кликом один забраться куда угодно. Но самым главным путеводителем во всем этом море, безбрежном море информации, могут быть только морально-нравственные принципы, которые вырабатываются в семье, в том числе и прежде всего на основе чтения. Причем это же должно быть не чтение, а чего угодно. Ведь чем классика хороша? Она хороша тем, что она всегда интересна, потому что она о вечных ценностях, о фундаментальных ценностях человека. Да, она немножко к другому времени приложена к классике, но все равно она о том, что интересно человеку всегда. Это так же, как один из моих друзей-музыкантов, он говорит, чем так называемая классическая музыка хороша, она никогда не заканчивается. Вот она мелодия, можно ее продолжать бесконечно. Если эстрада, у нас тоже есть хорошая эстрада, но все-таки это попроще. Ум-ца-ца, ум-ца-ца, ум-ба-ум-ба. Сейчас очень много хорошей. Очень хорошей, хорошей, хорошей. Но все-таки такая так называемая серьезная музыка, она хороша тем, что она бесконечна. Вот так же и литература. Поэтому нужно и родителям прививать этот вкус. И помочь им. Они точно все хотят, чтобы дети росли подготовленными, грамотными, интересными людьми. Поэтому им нужно только помочь. И я думаю, что если это делать, вот так, как вы предлагаете, очень многие мамы и папы, они с удовольствием откликнутся. Даже если сами чего-то в свое время не смогли освоить, не смогли догнать, как сейчас модно говорить. Но они для того, чтобы сделать что-то полезное для своего ребенка, точно уверены, что готовы будут этим заниматься. Внешне будут разные проявления. Не хочу, не интересно, сам знаю, без вас разберусь. Кто-то с интересом, с прямым. Но внутри каждый будет облагодарен. У нас ведь есть концепция программы, так сложно, концепция программы чтения. И так вырабатывается сейчас правительством такая концепция. Надо в рамках вот этой программы туда и погрузить на ваши предложения идеи. Поймите, мы обязательно попробуем это сделать. Правда, одних встреч, физических встреч с кем-то, видимо, будет недостаточно. В современном мире информационной технологии надо делать более широкую программу, наверное. Но чтобы об этих программах узнали, это идет все равно от живых встреч. Да-да, мне кажется, это должно быть один из компонентов программы целого. Обучение чтению, обучение не технического, а именно выбора литературы, обучение выбора литературы, подачи материалов. По сути, нужно формировать такой интерес у родителей. Это правильно, абсолютно. И они вам только спасибо все скажут. Ну, если мы будем делать это, всем тем, кто этим занимается. Точно скажешь. Да, вот видите. Молодая мама здесь сидит, поддерживает. Владимир Владимирович, я Идилов Магомед Исаевич, студент третьего курса химико-технологического факультета Краснодарского государственного технического университета, один из основателей и руководитель проекта Phantom MD, который занимается лечением нервных болезней, в частности, фантомной боль. Я здесь по причине моего желания осветить федеральную проблему, с которой сталкиваются каждый изобретатель или ученый. Но прежде чем озвучивать свою проблему, я хочу... У каждого что-то болит? Там немного сложнее. Слушаю вас. Я хочу для начала озвучить следствие этой проблемы, которая касается всей страны. По данным западных аналитических институтов и нашей высшей школы экономики, из-за патентования российскими гражданами своих промышленных разработок за рубежом за последние 10 лет Российская Федерация потеряла 11 миллиардов долларов. По своей сути, это сопоставимо со строительством тех же 15-ти зенитарей. Действительно колоссальная сумма. И причина, почему люди патентуют свои идеи не у нас, она кроется в самой патентной системе. Я недавно ознакомился с интервью главы Роспатента, и он признает, что наша патентная система устарела. Основной причиной старости, я вижу, точнее, главная проблема по этой системе заключается в скорости патентования. Простой пример. Мы с моим коллегой из Ярославского государственного университета имени Демидова, Федулом Даниилом, выступили со своей разработкой в сентябре 2016 года на государственном конкурсе «Умник». Пытались выиграть грант в размере 500 тысяч рублей. И сразу же после нашего выступления в сети мы наткнулись на информацию о похожей разработке, которую начинает патентовать шведский университет имени Чалмерса. И проблема была в том, что из-за отсутствия у нас финансирования мы просто не могли получить интеллектуальную защиту. Шведы же, у них существует определенная система. Она называется «Патент Аппликейшн». Она мировая. Она заключается в чем? Человек просто заявляет о своей идее патентным поверенным, они ее фиксируют и дают защиту на эту идею на один год. По истечению этого года человек может прийти уже с полным пакетом документов, то есть с проведенным патентным поиском, с заявкой на патент, и уже получить полноценную патентную защиту. У нас же вот этой системы, ее попросту не существует. У нас, чтобы получить защиту на патент, необходимо поначалу провести патентный поиск, а затем уже составлять заявку. Если это делать без помощи экспертов, как это делаем сейчас мы, это занимает очень большой промежуток времени. Но даже сейчас у нас с экспертами патентный поиск мы провели за один месяц, и оформление заявки – это тоже один месяц. Если бы у нас была в стране похожая система, именно при патентовании, то мы могли бы спокойно перед участием в конкурсе улик защитить свою идею и уже идти и освещать ее на общественность. Но, к сожалению, мы этого сделать не смогли. Сейчас, конечно же, мы нашли определенные пути решения и можем получить патентную защиту, но все же я представляю, какое количество ученых не смогли так поступить. Это первый момент. А второй момент, он, конечно, сейчас решается в нашей стране, и дальше всех зашел в фонд содействия развития инноваций, фонд Бортника иначе, как раз и который и организовывает конкурс «Умник». У них по условиям договора до этого года выполнение, главной задачей для грантополучателя являлось получение патента, то есть интеллектуальной защиты. Сейчас же они пересмотрели эту систему и требуют также от своих грантополучателей внедрения разработки, которые они патентуют, на рынок. Если вы не внедрили, то грант аннулируется. И патент, разумеется, тоже должен был бы аннулироваться, если бы мы были в западной системе. Вот эта политика фонда Бортника, она замечательна по одной простой причине. В России существуют тысячи патентов, которые просто создаются для получения, допустим, той же повышенной академической стипендии. Вот лично у меня сейчас за то, что я являюсь грантообладателем, у меня в рейтинговой системе плюс 5 баллов. Это много. И я получаю повышенную академическую стипендию. И много разработчиков, они просто патентуются, а дальше не продолжают никакого развития. В связи с этим я хочу попросить у вас и предложить вам на базе Ярославской корпорации развития малого и среднего предпринимательства, иначе бизнес-инкубатор Ярославской области, создать некоторые, так скажем, инновационно-дневнические центры, которые будут выполнять ваши личные поручения, которые вы дали на питерском форуме, когда попросили госкорпорации вкладывать свои силы и средства в предпассивные и пассивные проекты. Также на базе данного бизнес-инкубатора можно запустить препатентование в нашей стране. Это действительно поможет многим... Запустить что? Препатентование, систему препатентования. Это действительно поможет многим из разработчиков и ученых, и не только молодых, потому что я прекрасно знаю, что у меня в университете преподаватели до сих пор патентуются, но патентов они ожидают по полгода-год, только заявку на патент я имею в виду. Это действительно проблема. А говоря, почему именно Ярославль должен стать опорной зоной, я приведу личный пример. Мы со своим проектом тесно связаны с бизнес-инкубатором. По одной простой причине на Умнике они нас заметили, они нас пригласили к себе на акселекционную программу. И вот честно я могу сказать, что работа бизнес-инкубатора это пример того, как должна работать любая госструктура. Благодаря тому же, благодаря стараниям определенных лиц в бизнес-инкубаторе, мы смогли на предпосевной стадии, то есть до создания еще прототипа рабочего, мы смогли побеседовать с Ростехом и Швабой. И благодаря этому мы смогли выбраться на клинические испытания нашей разработки, что немаловажно для медицинского проекта. И поэтому, если немного помочь бизнес-инкубатору, то не только мы были бы таким единичным случаем, которым повезло, но все инноваторы, которые зарождаются на Росславской земле, они могли бы получить точно такую же поддержку. Вот вы понимаете, что меня покритиковали сейчас немножко. Прямую, потому что у нас эта патентная система действует на основе распоряжения правительства от декабря 2008 года. Вот тогда, когда я был председателем правительства, возникло это восстановление. Но тогда действительно, может быть, она была достаточно прогрессивной, все очень быстро меняется. Хотя, я должен с Кузьминовым поговорить, с руководителем высшей школы экономики, не думаю, что главная проблема в дороговизне, в патентовании. Значит, у нас патентная пошлина, вот эта, она не такая же большая, она одна из самых низких в мире, и самая низкая среди стран нашего экономического союза. По 80, по-моему, 200, что ли, 8200 рублей всего. А для тех, кто учится в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, она вообще 20% от этой суммы. То есть 20% от 8200, это сколько получается? 1600, там, с небольшим, 1640. Вот, поэтому я не думаю, что такие большие... Владимир Иванович, можно я, Амин, секундочку, потому что немножко это тоже касается нас, только немножко с другой стороны, Амин, это как научные разработки и так далее, а у нас как патентование торговых знаков, марков и рецептур. На самом деле тут, ну, у нас другая ситуация, мы не про деньги говорим, скажем так, вот, нас все устраивает, вот, вопросы по срокам. Потому что примерно предварительный поиск идет от двух недель до месяца, потом приоритет получаешь где-то месяц, и потом целый год, целый год ты ждешь заключения, окончательного дадут, нет. То есть у тебя два варианта. Либо этот год сидеть сложа руки, скажем так, вот, и выпускать рынок, скажем так, вот, либо на свой страх и риск запускать продукт. И вот у нас случилось так, мы разработали спортивное питание, ну, в совместе с институтом питания, то есть на уровне западных стандартов, на уровне Вейдера, скажем, американского и так далее, то есть там и протеины, и все это дело, вот, и получили приоритет, и чтобы не ждать, скажем так, вот, стали выпускать. Ну вот, а потом пришло заключение, что кто-то на два месяца вперед подал раньше приоритет, скажем так, вот, мы пытались договориться, но не смогли выкупить этот торговый знак. Сейчас вот впереди выставка и так далее, нам срочно надо менять упаковку и так далее. То есть, ну, это и денежные, в общем, и зря потрачены год на рекламу, на маркетинг и так далее. Поэтому, если бы эти сроки были уменьшены, ну, допустим, до двух месяцев, до трех, то, конечно, нам было проще не рисковать, скажем так, вот, а подождать, и тогда уже там понимать, либо мы владельцы этого торгового знака и двигаемся дальше, ну, либо да, либо мы не владельцы. Я, знаете, сейчас не готов совсем сформулировать, что нужно сделать. Почему? Потому что и с точки зрения оплаты, да, и с точки зрения сроков, у нас ведь, смотрите, у нас сроки патентной защиты и выдачи соответствующих документов ниже, чем во всех, хочу это подчеркнуть, практически во всех развитых экономиках. Они меньше, чем в США, в Европе, Евросоюзе и в Китае. Здесь другие инструменты, вот, как я говорил, о других инструментах, предпатентование, еще какие-то инструменты защиты и быстрого реагирования. Вот над этим нужно подумать. Нужно просто совершенствовать всю систему этого патентного дела и использовать те инструменты, которые применяются в регистрации, которые у нас пока не внедрены. Надо вот это сделать. Надо что-то еще сделать. Да, да, да. А так, сами по себе сроки, они вроде бы и нормальные у нас. Больше того, значит, вот эти поисковые системы патентные, да, они, вот, скажем, наш Роспатент, и услугами Роспатента пользуются 29 стран мира, а услугами, соответствующих структур в США, 19 всего. То есть это говорит о привлекательности и качестве. Тем не менее, тем не менее, вы же сталкиваетесь с проблемами, о которых вы сказали, в жизни, на практике они же возникли, и у вас возникли, и у вас. Поэтому это точно совершенно, вот эта сфера требует дополнительного внимания и совершенствования. Я запомню это, помечу. Спасибо. Я вот хочу добавить, когда я говорил о том, что мы не претендовались из-за отсутствия финансирования, там была проблема не в государстве. Если говорить о финансовой части оформления патента, да, его можно оформить, несомненно, только заплатив госпошли. Для меня это 1500 рублей и плюс 100 рублей за каждый пункт. Но там получает такой аспект, что нужно проводить патентный поиск обязательно и оформлять заявку. Если вы неправильно оформили заявку или неправильно проверили патентный поиск, все, вы теряете практически абсолютно все. Да, 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 совершенно верно. Значит, у нас средний срок выдачи патента 10 месяцев. А если все правильно оформлено, если при оформлении заявки есть какие-то ошибки, то он увеличивается в среднем до 18 месяцев. Да. Здесь, конечно, нужно поработать над совершенствованием системы даже подачи заявок. Нужно, чтобы соответствующему заявителю оказывалась квалифицированная помощь, поддержка. Это есть над чем работать, согласен. Она сейчас оказывается такая помощь, но она платная. Но можно избежать подобных сложных решений путем как раз-таки введения у нас в патентной системе. Давайте подумаем над этим. Но, естественно, при принятии окончательного решения все-таки нужно проводить достаточно серьезную экспертизу, иначе все это будет... Ну, может быть, льготы какие-то для студентов, скажем так, для начинающих, то есть для предприятий? Они есть, я сказал, да. Значит, от суммы уплаты, если человек имеет отношение к образовательному учреждению, имеющему государственную аккредитацию, это всего 20%. А если еще юрлицо, либо физическое лицо, точнее, которое претендует на патентную защиту, заключает договор о том, что готовы передать результаты своей работы, то тогда он вообще освобождается от уплаты пошлина. И пошлина уплачивает та структура или то лицо, которое ведет на себя обязанность внедрять эти разработки. Ну, если вот он будет пользоваться помощью именно патентного поверения, то про Кошину мы ничего не говорим. А вот если, допустим, услугами патентного поверения, тогда уже стоят для студентов достаточно существенные деньги. Вот я говорю, может быть, подумать о том, чтобы компенсацию какую-то сделать? Можно, можно. Знаете, как вот в метро, допустим, студентам, там, школьникам. Они уже есть, эти льготы, но можно подумать о шире, не согласен. На самом деле, я немного не согласен с льготами именно на патентный поиск и на оформление заявок по данным причинам. Этим занимаются частные лица, можно так сказать. Ну, это субсидирование можно сделать. Это же частные лица, там, частные компании, а им же важно получить деньги за свои услуги, и неважно с кого. Если мы хотим вот эту сферу деятельности развивать, то это можно подумать о субсидировании. Ну, просто я лично, вот как человек, гражданин России, вижу, что для нее это будет дорого. Дорого, наверное, да. И поэтому, опять же, я призываю к тому, чтобы, во-первых, систематически, как вы уже сказали, рассматривать эту проблему, то есть решение этой проблемы, а во-вторых, как раз таки начать с именно предпатентования. А, да, согласен. То, что вы сказали, это правда. Это, если это будет дорого, то тогда всегда наши финансовые блок, он всегда будет обосновывать, почему этого не нужно делать. Я услышал, это правда. Вы очень правильные вещи сказали. Согласен. Ничего. Владимир Владимирович, если позволите, я... Давайте, коллеги, коротко. Пожалуйста. Да, продолжим просто. Ну, тема для меня очень близкая, тема про ребят, у которых горят глаза, про ребят, таких как Амин. Коллеги, я представляю на нашей замечательной встрече опорный вуз Ярославского региона. Павел Нестер, я в декан математического факультета Ярославского государственного университета имени Павла Григорьевича Демидова. Я хотел бы начать со слов благодарности руководителю региона Ярославского при поддержке Дмитрия Юрьевича Миронова. В этом году наш Ярославский университет стал опорным вузом региона. Это для нас очень большое достижение. Это не просто признание высокого качества образования, которое мы даем, но это скорее даже больше, это аванс на будущие наши победы, знаковые как победы для университета, так и победы для региона. Вот, собственно, статус опорного вуза уже в этом году нам позволил привлечь больше талантливых, одаренных ребят в наш университет, удержать их в нашем регионе. Многие из них пошли на направления, связанные с математикой и информационными технологиями. К слову, математическая школа, ЯРГО, это вот такой настоящий знаковый бренд Ярославского региона. Я немножко просто похвастаюсь, я чуть человек скромный, но иногда... Вы похожи на математику, еще не знаю, почему я сразу подумала. У нас целая система выявлений и поддержки таких одаренных ребят в регионе выстроена. Мы взращиваем ребят прямо со школьной скамьи. То есть у нас множество ребят достигают самых высоких результатов. Они являются победителями, призерами Всероссийской олимпиады, являются победителями международной олимпиады по математике. В частности, в этом году представитель Ярославской области Георгий Веплев получил серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в составе сборной России. И вот эта система, система поддержки и выявления таких ребят, она поддерживается усилиями сотрудников нашего университета, сотрудниками моего факультета, сотрудниками других университетов, нашими коллегами. Но часто им не хватает физических сил и времени, чтобы выезжать, в том числе и в другие города, области, чтобы вести занятия там со школьниками. А ведь есть еще поселковые школы, где есть тоже много ребят с гоящими глазами, которые очень хотят, чтобы их нашли, чтобы им дали что-то такое большое, что-то такое интересное. И в этом смысле, мне кажется важным, и в этой части я согласен с Аней и с верой, что в образовательной сфере нужно использовать все ресурсы, нужно привлекать в том числе и талантливых студентов к работе со школьниками. То есть тех ребят, кто в свое время сами прошли через систему доп. образования, тех студентов, которые в ходе своего обучения завоевали какие-то победы, часто студенты могут заражать в хорошем смысле какой-то такой интересной, совершенно важной мыслью школьников, даже лучше, чем это сделать, скажем, заслуженные профессоры. И вот мне кажется, что можно было предусмотреть какую-то государственную поддержку тем студентам, которые готовы реализовывать свои студенческие проекты со школьниками, готовы ездить в школы, готовы ездить в поселковые школы, ну, это может быть вариант грантовой поддержки непосредственно студентам, это может быть какие-то дополнительные средства для школ, где такие проекты будут делаться. Здесь, мне кажется, важно не столько размер финансовой поддержки, а сколько внимания государства к такой активности, потому что, ну, вот работать со школьниками, это очень важная работа. То есть вот я декант 3 года, и я понимаю, что вот в этой части мы можем, ну, вот можем сделать определенный урок, мы можем совершенно, значит, увеличить географию, охват, нахождение этих ребят, потому что талантливые студенты появляются, естественно, из талантливых школьников, потом талантливые студенты, это, ну, те ребят, которые делают прорывы, ну, те, которые сделают наше будущее, это очень хочется. Ну, я получаю удовольствие, когда у меня в аудитории собираются ребята, у них глаз огонь. Ну, я так спокойно, все будет хорошо. Математику любят? Ну, а как же? А как же? У нас математическая школа очень хорошая, корни большие, такие глубокие. Сегодня, кажется, урок был, открытый урок на форуме про будущее, как раз, России, устремленное будущее, если я не ошибаюсь. Вот математика, в том числе и наука о будущем, значит, если вы, наверное, с курса школы все помнят, между пунктами А и Б, расстояние между которыми, там, 200 километров, выезжают, встречают группу, два поезда, когда они встретятся, да, то есть, вот, математика, ну, царица. Математика, это и то, база, 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 база все у нас. То, что стоит, в общем, за всем. Ну, да, вы правы. Значит, по поводу привлечения студентов, ну, я уже говорил об этом, я за, ну, просто, если начать это финансировать, это не совсем уже волонтерство получается. Ну, вот тут вот хочется, чтобы в птике иногда им приходится ездить, в том числе и другие, да, понимаете, есть расходы, и это не разовые выезды, если это какие-то математические кружки, это, да, несколько раз в неделю, то есть, ну, есть вот совсем-то... Ну, да, да. У нас есть такие активности, но они не системные, конечно, мы поддерживаем, на базе университета, конечно, и регион старается, но хочется, чтобы это вот была какая-то такая государственная система, ну, конкурсная, какие-то отборы. Давайте подумаем. Вот я прикину, поговорю тоже с коллегами на этот счет. Ну, да, это либо волонтеры должны быть такие, на которые школы готовы там набрать определенные ресурсы, да, даже без оплаты их работы, а, скажем, проезд там оплатить, там еще уж какие-то вещи, там, связанные с проживанием и так далее. Это должны быть такие молодые специалисты, которые действительно еще какую-то яркую новую страницу могут открыть для учащихся школ. Потому что, если это просто как обычная регулярная работа, то можно просто преподавателя взять дополнительную. Ну, как раз грантовая поддержка, это все-таки выявление ребят, которые могут сделать что-то такое, что-то... Ну, я согласен с вами в том, что нам нужно широко эту сеть раскинуть по поиску ребятишек талантливых. У нас, так вот, для людей, которые далеки от этого рода деятельности, могу сказать, это медицинский факт, что называется, количество талантливых детей, оно на тысячу населения везде по стране одинаковое. А в мире? Не знаю, как в мире, у нас в мире. Нет, это как бы вот это исследование. Вопрос в чем? Вопрос в том, что условия дальнейшего развития, образования, дошкольного, школьного, они разные, и поэтому возможности проявить себя, они у детей разные. и потом, что-то вообще уходит, что-то остается незамеченным, и мы таким образом, как бы не выявляем вот этот огромный контингент, на самом деле, талантливых ребятишек. А то, о чем вы говорите, шаг вот в нужном направлении, чтобы в июле отвечать. Поэтому надо подумать. Понимаете? Владимир Владимирович, можно еще пару слов? Хорошо. Я просто из сферы спорта, мы сегодня говорили о высоких технологиях, о дошкольном, школьном образовании, о вузовском, это все очень важно. Но меня зовут Ивана Ивановна, я возглавляю спортивный клуб «Перевестник» «Верхняя Волга», и считаю, что спорт наравне вот со всем вышеперечисленным, он тоже вносит такой неоценимый вклад в формирование личности каждого человека, начиная вот с самого раннего возраста. И вот Ярославская область, она сильна своими спортивными традициями, насколько вы знаете. И вот такое внимание сейчас к массовому спорту, который мы наблюдаем, оно, я думаю, такие традиции сможет приумножить. Инфраструктура с каждым годом спортивная в регионе, она становится все более масштабной, разнообразной, удобной для различных групп населения и всех возрастов. И чтобы, наверное, оценить такую масштабность, я перечислю некоторые из объектов, которые появились в последнее время. То есть это 10 площадок ГТО, 70 таких уличных, универсальных спортивных комплексов для занятий силовой гимнастикой на свежем воздухе. Это новое... Оборудование там современное? Да, современное. Да, сама проверяла. Занимались там? Пробовала. Ну, потому что я сама всю жизнь занимаюсь спортом. Каким? Единоборственник, КУДО. Да, я когда-то... Коричневый пояс КУДО вы начали. Кандидат мастера спорта и когда-то я отстаивала честь Ярославской области на чемпионате России. ГДРОС. Вот. И потом это уже стало делом моей жизни. Вот. И сейчас... Тренером? Тренером? Я работала тренером, когда только закончила университет. Я год отработала тренером, тренировала студентов. Причем из даже ракетного военного училища у меня были студенты. Потом я уже перешла вот в Буревестник и занялась именно тоже... Продолжила работу со студентами и организовывать массовый спорт в принципе в области. Ну, судя по всему, мы ракетчиков хорошо учили, они сейчас демонстрируют. Хороший результат. Вот. Поэтому я вот перешла уже немножечко в другую. В спортивной сфере осталась, но уже в другое поле массового спорта. И сейчас вот учитывая вот эти вот... То, что строятся спортивные объекты, спортивная инфраструктура очень богатой становится. Это уже один из таких лучших, так скажем, стимулов и популяризация здорового образа жизни. Но кроме этого, мы сейчас вышли с предложением такой идеи создать для начала в регионе, а потом, возможно, на территории Российской Федерации новую систему развития массового спорта, основанную в первую очередь на принципах общественно-государственного партнерства. Потому что во все времена массовый спорт, он держался на энтузиастах-общественниках. Если взять технической терминологии, то я бы их называла такими двигателями спорта. И правительство области во главе с Дмитрием Юрьевичем, они поддержали нашу идею. И сейчас мы только начали пока работу по созданию в регионе сети физкультурно-спортивных клубов. В ближайшей перспективе это создание физкультурно-спортивных клубов по месту работы. Потому что в школе более-менее спорт организован. Что касаемо предприятий, коллеги, наверное, знают, что есть какие-то отдельные мероприятия, но там задействовано малое количество людей. А именно массовый спорт, организация работы физкультурно-спортивного клуба позволит увеличить количество занимающихся. И сейчас пока у нас в Ярославской области два предприятия поддержали нашу инициативу. Вот с ними уже мы начали. И я надеюсь, что сегодня еще появятся желающие, которые поддержат эту инициативу. Я думаю, что перспективой могло бы стать такое же проведение фестивалей спортивных, крупных, между физкультурно-спортивными клубами, регионов, может быть, возможно, межрегиональные, а возможно, и всероссийские. Не помню, от какого года у нас закон о спорте, 16-го или 16-го, 16-го, что ли. Он позволяет все это делать. Дополнительные какой-то регламентации на уровне закона не нужно. Можно создавать клубы и по месту жительства, по месту работы. Это в значительной степени целиком и полностью. Инициатива должна исходить из муниципалитетов, из региона, от предпринимательского сообщества. Надо с ними работать. Вот видите, Сергей Прямов говорит, что с удовольствием поддерживает. Я с кем не разговариваю. Во-первых, весь наш крупный бизнес, весь, без всякого исключения, все поддерживают спорт. Вопрос в том, конечно, что они поддерживают, в каком объеме. Я уже тоже об этом говорил. И вот это терморка тщеславия, когда крупные компании вкладывают бешеные деньги в профессиональные клубы. Это вопрос еще. В этой связи внимание к массовому спорту, конечно, обоснованно. Но вот сейчас у вас в регионе, если уж говорить о крупных компаниях, Газпром проводит целую программу, осуществляет целую программу «Газпром-дети». Они давно ведут эту программу, уже много лет. и вот в Ярославле сейчас уже активно начали работать. Но это не только так крупные компании, как «Газпром» или «Рьяна» или компании должны им принимать участие. Надо с ними работать. Понимаете, если... Вот, Дмитрий Ильич, если вы с коллегами будете так системно этим заниматься, они с удовольствием откликаться будут. Надо просто им что-то предлагать конкретно. Сделайте там, сделайте это. Не надо, чтобы это было обременительно для бизнеса, конечно. Такие, да, организационные формы. Какие-то организационные. И помочь с территорией, инфраструктурно как-то поддержать, чтобы у них не было обременений слишком. Любое предприятие поддержано. Сколько можно, допустим, это, как правило, все недорого стоит. Да, недорого стоит, скажем так. А эффект серьезный. А если не знаешь, как это делать, ну ты раз попробовал, два, вот эти что-то... Ну, конечно, конечно. А потом еще наталкиваешься на какую-то бюрократию совершенно дурацкую. Не нужно, что-то когда-то скажет, ну и идите, сами занимайтесь. Такая работа начинает. Начинает у нас уже, понимаешь. Мы уже много делаем для этого. И поддерживаем наши региональные команды, в том числе и Ярославский шинник, и баскетбольный клуб «Буревестик». Нет, нет, ну вот коллега-то говорила о массовом спорте. Я с ней согласен. Это немножко другая вещь. То есть развиваются и клубы, и на базе этих клубов, и детский, и юношеский спорт, и предприятия тянутся. Да, да, но все-таки это не всегда. Не всегда. Это не одно и то же. Она имела в виду, если я правильно понял, во дворах, в поселках. Да, да, именно это. Сколько еще достижений этого? Именно для широкой публики, для детей, для молодежи. Мы буквально недавно в Ростове обсуждали вопрос с директорами, чтобы, допустим, какой-то ростовский маленький турнир сделать. Пускай это будут не команды по 11 человек, допустим, а по 5-6, допустим, будет турнир. Если будет достаточное количество клубов, вот, коллега права, интересно будет проводить межклубные соревнования. Это совсем другая жизнь. Вот мы сейчас вот с полпредом здесь говорили, там, где появляется стадион и бассейн, там детская, юношеская преступность в разы уменьшается, мгновенно, прямо назад. И, Валерий Ильич, в рамках проведенных мероприятий и сегодня в Ярославле проходит фестиваль детского дворового спорта. Тоже продвигаем активно эту идею. Очень востребовано. И в рамках этих программ мы и 70 площадок для занятий воркаутом по всему региону практически уже построили, и они используются. Замечательно. Вот мы с вами поговорили на самые разные темы, и все они очень интересны, и каждый из них представляет большое значение. Я хочу, Дмитрий Ильич, пожелать успеха и вам, и всем вашим коллегам, всем жителям Ярославля и Ярославльской области в реализации успехов, в реализации всех этих планов. Но со своей стороны постараюсь все, что мы можем поддержать, сопровождать и соответствующим образом содействовать реализации этих планов. Вам все самое. Спасибо.